привет друзья многие владельцы гонзоидах после ролика типичного нажимана в котором он себе разбил палец как он попробовал по ботну ударил лезвием и выяснилось что axis гонза совсем не держит на новинках и он себе разбил палец и многие под начали проверять в том числе и я и с удивлением обнаружили что ножи закрываются это я залепил чтобы не порезаться значит закрываются у меня три ножа это гонза крыс гонза грипп и гонза бараш значит хороший человек в общем я это показал это разочарование прошедшего года у меня было и зрители помогла подсказали значит спасибо зрителю с ником and klv2 который подсказал у нее тоже проблема была и он ее быстро починил а точнее сейчас я попробую показать вот вот этот вот сход на который заходит стопорная банка он сделано во первых он полированный во вторых он сделано очень резкий угол вот значит я также по его совету алмазным надфилем вот таким вот надфилем вручную получилось не очень ровно но задачу свою выполнила сделал угол сменил то есть площадку сделать под менее резкий угол и она стала шершавая также подогнул пружины теперь у гонза крыс совершенно пропала пропал люфт и он перестал складываться то есть ударяя теперь вполне он надежен вот как он складывался я покажу на вот этих ножах конца бараша видите то есть нож при ударе при уколе может вполне сложиться на вашу руку видит то есть он совершенно ненадежен теперь как видите он вполне надежен вот значит давайте я покажу тоже как это сделать на камеру чтобы те у кого такая же проблема смогли давайте покажу смогли также решить этот проблему как и я так сейчас мы попробуем посвятить чуть поточнее то здесь у практически не заходит полированы вот это место соскакивает в общем легкий удар ну что это такое это он закроется на пальце и все забарашь такая же ерунда вот ну ладно в общем исправим вот этот косяк на камеру чтобы и вы тоже смогли те у кого проблема повторяюсь смогли решить этот вопрос и попробуем может быть в автоматическом режиме у меня есть дремель с алмазным диском не дремели в общем с алмазным кругом и может им сейчас будет поровнее получится так значит особо внимательно и заметили клипсу скрытого ношения с места скрутил если кому нужно обращайтесь он вам тоже скрутит вот также часто вопрос возникает как поджимать пружины значит смотрите пружина вытаскивается за отверстие видите практически нету давления ну то есть давление есть но только в момент когда оттягивается значит снимаем пружину и разжимаем и просто разгибаем получается так что теперь давление больше вот видите также ставим на место вот и скручиваем обратно прикручиваем плашку я не буду это все остальные делать чтобы экономить время и так все понятно ну что же давайте попробуем в автоматическом режиме это сделать у меня есть алмазный до алмазный вот такой вот китайский диск нормально работает попробуем выправить аккуратненько вот так вот выходит но ничего так давайте попробуем примерить и посмотрим что да как до пружины я уже подтянул что будет получше по примерять можно и без шайб принципе это не бит ну главное понять достаточно или нет так вообще бараш неудачный нож потому что у него толстое сведение ломовитый такой клинок укаешь свести надо нормально так заходит четко в принципе давайте попробуем даже без шайб для начала если если без шайб он не закроется значит можно собирать с шайбами уж точно не закроется тогда как видите все нормально то есть надо делать вот такую площадочку если у вас есть от только алмазный надфиль делаем вручную если же есть дремель с алмазным диском алмазные диски кстати вот такой вот алмазный диск 10 штук я заказал что-то в районе 150 рублей если не ошибаюсь или в районе 300 рублей по моему где я не запомнилось что-то в районе 100 150 170 10 таких дисков вот мне мне достались очень нормальная я пист и и стальей резал вырезал лайнера режет не очень хорошо но режет и не снашивается вполне нормальный но кому как повезет все-таки китай так давайте еще раз посмотрим что получилось давайте вот так вот вот такая вот не особенно ровная площадочка но видите вот этого достаточно чтобы было уже надежно и надежно он заходил и не соскакивал назад принципе может можно есть смысл может быть покрупнее риски оставить вот таким надфилем но может быть и нет в этом смысла все таки давайте надфильком еще немножко просто чтобы рисочки были пожестче чтобы получше цеплял так давайте я соберу и проверим еще раз ну что нож собран шайбы я поставил механика в принципе нормально я подтянул пружину еще раз но опять повторяемся все таки так подтянул нормально шплюфта не было вот теперь заходит у нас все красиво заходит нормально можно было бы даже чуть-чуть побольше сделать но в общем то и так заходит уже нормально на эту встает площадку и как видите ничего уже не захлопывается на руку вот так что вы тоже можете также поправить свой нож ну кто хочет посмотрите как я еще и ганзы гриппа тоже также поправлю так заходит Главное не переборщить. И рисочки побольше оставим надфилем. У надфиля есть недостаток, он немного скругляет углы, так что будьте аккуратны. Здесь тоже получилась такая вот ступенечка. Сейчас соберем и посмотрим. Давайте сразу примерим. У гриппа очень тяжелое осевое, он очень тяжело как-то входит, видимо с перекосом он входит. Вот эти вот плашки, это в принципе плашки от другого гриппа, так что собрана солянка. Пожалуй, я не буду сейчас заморачиваться, хотя почему нет. Так, смотрите, значит, вот я вот так поправил, с первого раза не попал, еще раз разбирал, еще раз поправлял, со второго раза попал. Вот, значит, смотрите, с открученным винтом и без шайб. Без шайб, все равно он уже не закрывается. Вот, так что минимальная, минимальная вот эта вот поправка и вы сами вполне можете починить этот нож, не обязательно отправлять его мастеру куда-то там далеко. Вот, то есть достаточно алмазного надфиля. Давайте я соберу и, наверное, на этом все закончим. Еще раз покажу, как, какие получились пятки. Итак, ножи собраны, вернулись в строй. Давайте я покажу пятки клинков. Вот таким вот образом они теперь выглядят. На ганзогриппе особенно много пришлось снять. Давайте покажу, как они заходят. Сейчас. Люфтов нету. И теперь наши красавцы снова в строю. Ну, то есть, если честно, я думал уже, я не знал, что с ними делать. И думал, что, ну, пускай валяются в чехле. Я вряд ли бы их когда-нибудь взял с собой, потому что замок был нерабочий. Но теперь они снова в строю. Как видите, замки больше не закрываются. Надеюсь, это видео поможет тем же, тем, кто так же, как и я, получил бракованные ганзоиды. Кто-то писал, что, ну, многие пишут, что, мол, у меня не залипает замок, то есть не закрывается клинок, все хорошо. Видимо, это была бракованная партия. Но мое личное отношение к Аксису от ганзо, оно подорвано на веки. Вот. И я хочу поблагодарить всех зрителей и подписчиков, которые помогли мне починить вот эти мои бракованные ганзоиды. Спасибо вам, ребята. Именно для этого я создавал канал, чтобы помогать вам, а вы помогали мне. И, в общем, на живой комьюнити тем и живет, что все друг другу помогают. Вот. И для самых терпеливых и внимательных, так скажем, кто не выключил, анонс нового ножа. Приехал, в общем, коллапс на почте наконец-то заканчивается. И приехал чиграч китайский за 1200 рублей. Скоро будет по нему обзор. Интереснейший нож. Тоненькое сведение, на удивление. Очень похож на творчество Y-Star. Ну, в общем, скоро будет обзор. Продолжение следует... Продолжение следует...